156 студентов-целевиков прошедшим летом работали в очистных и проходческих забоях, откачивали воду, следили за работой ленточных и скрипковых конвейеров, сланцевали горные выработки, учились двигать секции. Мне для чего нужна расширковка, сланцовка, познал, что такая шахтерская смена. В общем, коллектив был у меня дружный, общительный, все помогали, рассказывали. Если у Ильи эта производственная практика была первой, то пятикурсника Николая Приходько уже четвертая. В планах молодого человека после окончания КУЗГТУ вернуться на шахту имени Рубана. Работа была различная, много научил, много показал мне. Контроль за работой, безопасность по безопасности, организация работы. Стремление ребят узнать как можно больше о работе участков и других подразделений шахты отмечают и наставники практикантов. Главное, советуют опытные товарищи, надо быть уверенными в своих силах. На месте, четко, не теряясь, не тушуясь, принять решение, пойти вперед, причем принять правильное решение. И, конечно же, ты знаешь, что у нас в отделе действительно хорошая атмосфера, хорошая обстановка. И каждый, несмотря на то, наставник, не наставник, каждый готов тебе помочь, каждый готов тебя поддержать, каждый готов утвердить тебя в твоей уверенности. Не зря у маршридеров, у всех, да, идет понятие проверить во вторую руку. Это обязанность подставить свое плечо, поддержать в трудную минуту. И ты знаешь, что даже если ты идешь в шахту одна выполнять работу, то за тобой все мы. Мы на тебя смотрим, мы от тебя хотим получать хорошего результата и того, чтобы ты пришла на наше предприятие работать, конечно, дальше. Своими впечатлениями о работе на предприятии, планами на будущее и пожеланиями парни-девушки делились с руководством предприятия. Практика – это неоценимый опыт, который ничем не заменишь, говорит директор шахты Рубана Сергей Хорошилов, который до сих пор помнит свою первую производственную практику. Моя первая практика была на шахте имени Кирова. Я тогда учился в Ленинск-Кузинском горном техникуме. Значит, получилось так, что надо было идти в шахту, работать ГРП, а мне не было 18 лет, и меня в шахту не пустили. Я обиделся на это, просто кровная обида была. И первая практика прошла в электроцехе, в электроцехе шахты имени Кирова. Ну, потом была вторая практика, вторая практика была в проходке. У меня был очень хороший наставник, бригадир Борис Иванович Симонов. В принципе, понравилось, не понравилось только то, что мы все таскали на себе. Тогда крепление было ростойко, и смысл работы был, вот на плечо взял, принес, взял, принес, ну, зарубил концы еще. Третья практика была в лаве, это я был учеником ГРОЗа. Ну, так вот и получил профессии проходчика и ГРОЗа. Сегодня на шахте Рубана 34 студента целевого набора, в том числе 10 искусств ГТУ. Было отмечено, что ребята во время практики заметно выросли в профессиональном плане и становятся хорошими специалистами. Со временем их всех ждут на шахте, тем более, что планы у руководства компании и предприятий большие. Уже в следующем году шахта Рубана переходит на новый пласт.